Привет, Интернет! У нас еще одну программку мы снимаем. Персонажи у нас сегодня интересные, что греха таить. Распортачены в шляпах крокодили? Да, да, все думают, что так. Сегодня ребята с Rokafish пришли. Расскажите в двух словах, что представляйтесь, как зовут? Rokafish это понятно бренд, да? Или тебя зовут Rokafish? Сегодня с нами Rokafish. Вот он Rok, помнишь, как этот в кино было? Меня зовут Александр, это Владимир, мы основатели этого бренда. То есть вообще Rokafish позиционируется как концертное агентство. Но это последние полгода мы провели порядка семи концертов. То есть последние достаточно крупные были, это были группы Ляпи Струбецкой, группы Люман из России. Вы, короче, получается, начали таскать сюда рокеров российских? Не только. То есть и сразу оговорюсь, что под словом Rokafish, естественно, мы не зацикливаемся на конкретной стилистике. То есть это не только относится к русскому руку, там и так далее, не знаю. Мы совершенно разные коллективы возим. Ну вы фактически такое баинговое агентство. То есть через вас надо покупать артистов. Нужно, нужно, нужно. Ну то есть как, мы, я-то занимаюсь этим уже практически лет 15 последние, да, и в России этим занимался очень долгое время. Соответственно, есть наработанные какие-то агентства, контакты, с которыми мы уже на протяжении многих лет работаем. Ну сейчас же вот только ленивые уже не возят таких артистов. То есть, ну а в чем ваша фишка? Сейчас же у всех артистов есть сайты, да, ты можешь к нему зайти. Все равно не все так просто, на самом деле. Не, ну ты понял, что не все так просто. Ну, во-первых, мы ориентируемся на какие-то туры, которые по СНГ строятся, да, и мы стараемся быть в этой сетке, да. То есть это и к российским артистам относится, и к западным. В ту и дешевле, потому что получается. Ну, это и дешевле, это интереснее всем. И менеджменты группы, и нам, соответственно. Ну, а дешевле стоимость группы, соответственно, дешевле стоимость билета на концерты. Да нет, это вы больше пайкуете, чего не рассказываете, дешевле. Ну, для этого есть спонсорские какие-то пакеты, опять же, тоже. Все это одно на другое работает, и наша задача тут, как говорится, культурный слой немножко развить, вывести это на другое в районе, чтобы Казахстан ориентировался не только на российский рынок, а на международный, в принципе. Да куда уже культурный, то есть я вот вообще считаю, что движение вырождается вот этих всех артистов. Это все было интересно, я не знаю, там, в 2000-е, в 2000-е годы, то есть вот тогда, там, раньше, то есть тогда, там, все, кто возил артистов, это были герои, да, такие вообще, то есть у них все хотели взять автограф, все хотели с ними, там, дружить, да, потому что, ну, ты что, те халявные билеты, ну, а сейчас, в смысле, ну, в чем фишка, что они... Ну, это для тебя, по-другому. Нет, что за... Не-не-не, ничего подобного, я представитель определенного большого пласта людей. Алмата зажранная. Чем-то Алмату собрался удивить, друг мой. Тут отожжен уже по баням поет. Ты говоришь, что в 2000-х годах, когда это все начиналось, сейчас растет новое поколение, и мы его взращиваем, мы за ним уже. Ну, что, кто-то, вы вообще, это... Ни много, ни мало взращивали тебя. Ты говоришь о чем? Ты же на наших концертах, значит, не был. Нет, ну, а что там? Для этой аудитории никто никогда ничего не делал, то есть мы сейчас привозим группу... А какие люди, ну, объясните, что за аудитория, то есть я чуть-чуть... Ну, аудитория каждый год обновляется, это новое поколение, новое поколение... Это молодежь, ну, может, это новое... Слушай, молодежь, кому-ка была невеста, можно ее как-то описать побольше, то есть, ну, что за... Альтернативная молодежь. А ты знаешь, на самом деле, от того, что ты видел 10 лет назад, вряд ли... Мало чего изменилось. Так я еще и говорю, то есть в чем фишка-то, вы просто, ну, очередные типы, которые там придумали бабла порубить на баинге артистов, да? Нет, мы это не придумали, мы этим занимаемся. Нет, то, что я вас немножко, как бы вам, это, вопросы странные задаю, да? Потому что, ну что, давай мы сейчас похвалим друг друга. У тебя же как, по-честному назвать? Ну, конечно, да, то есть просто пришли пиариться, пиаритесь нахрен, я-то что... Ну, мне же свои концерты рекламируют, в общем-то... Нет, ну, пожалуйста, то есть... Ну и вот давайте концертом посвящается, как вы собираетесь культурно взращивать молодежь Казахстана. Это, я извиняюсь, я вас только что процитировал. То есть, это что за гопников вы привезете сюда, культурно ее взращивать? Поворотте, да, привезете, нет? Нет, ну, ты знаешь, на самом деле тут глубже немножко копаем, потому что у нас есть образовательные проекты, которые и в школах будут развиваться, и будут открываться какие-то курсы по музыкальному менеджменту. Это вопрос такой очень длительный и глубокий, скажем так. Ну, я не знаю, в смысле, как вы образовываете? Плюс ко всему мы планируем фестивали здесь, у нас уже вот в сентябре фестиваль будет, который будет объединять, собственно, совершенно разные слои. Ну, и нахавались, опять же, всех этих фестивалей, вон, Ибица, блин. Слушай, ну, на самом деле, нормальных фестивалей в городе не было еще никогда нормальных фестивалей. Ой, да Господь в тобой, голубчик. Да, ну, просто каждый делает это. Потому что здесь это проходит. Ты знаешь, каждый делает это по-своему. Мы стараемся тут, как говорится, не на местный менталитет ориентироваться, а привнести какие-то свои новые фишки в это. Ну, например, вы сейчас, вот я извиняюсь, но вы сплошными общими этими. Мы развиваем молодежь, непонятно как. Мы начинаем делать программы в школах, непонятно что. Мы ориентируемся на местный менталитет, да, то есть, ну, в смысле, местный менталитет, он очень разный. Ну, вот я могу так сказать, допустим, на попсу придут одни люди, на рокерские, да, дела придут совсем другие люди. Конечно, по-своему народ делится это, естественно. Ну, то, что касается молодежи, тут мы заявление сделали. Проект у нас называется Топ Тим Бэнд. То есть, практически сейчас в каждой школе есть музыкальная команда, музыкальный исполнитель. Да? Я просто не знаю. Есть такая статистика, наш партнер Камиль Бегжанов, у него своя музыкальная гитарная школа. То есть, это как показатель, ну, порядка 70 учеников, у каждого практически есть своя группа в школе. То есть, здесь будет поддержка Акимата, здесь будет поддержка спонсорская какая-то, и, то есть, мы проведем этот конкурс среди молодежи. Ну, а такой конкурс, он логично, что он будет прививать молодежь уже к нормальному... Не, ну, просто почему вот рокфесты же проводили наши местные, локальные, а почему спрашивают, потому что я немножко в курсе, да, вот я лично два феста организовал рокерских. Вот. А туда приходит много команд, как выяснилось, действительно, тут вот я согласюсь, что команд-то много, их там по 60, там до 60, до 80, вот на один у нас сутки нон-стопом они играли. Я был на там фестивале. В Каскелении, да? Вот. Сутки нон-стопом они играли, ну... Не, ну, и прикольная эта тема, да, то есть, в каком плане, что, ну, давайте вообще ничего не будем делать, да, то есть, это не... Это не совсем верно, да, ну, я муж старый уже, я просто такого вот вау, я не вижу, да, все равно вы не сделаете мероприятие, там, что-нибудь типа эмаунтса, да, там, нашествие серьезное такое. Понимаете? Тысяч пятьдесят, сто тысяч собрать людей, я не знаю, вот это было бы интересно, да, какой-нибудь вудсток, там, там, такой... Ну, естественно, всему свое время, скажем так. Есть такие проекты у нас, готовимся. Они очень дорогие, то есть, там же лям бабок как минимум надо. Ну, это все, опять же, должно проходить при городской поддержке, в первую очередь, как-то везде и проходит, как фестиваль Кубана проходит, например, фестиваль, там, не знаю, рок над Волгой и так далее. Вот, собственно, если ты говоришь о российских аналогах, то это те фестивали, на которые стоит ориентироваться и нашим казахским, и властям, в том числе и правительству, и Акимату, и так далее. То есть, это большие культурные мероприятия, которые проводятся при губернаторской поддержке. Ну, и что, а вы ходили вот в Акиматы, что вам говорят? Не, ну, у нас разные проекты есть. Мы сейчас говорим о школьных каких-то, да, вещах, то есть, мы хотим прививать, собственно, разными конкурсами, какими-то акциями, именно любовь к живой, настоящей музыке. Это не обязательно рок-музыка может быть. То есть, прививать вкус у людей, а он есть, на самом деле. Его нужно направить в нужное русское. Ну, стрёмно, когда дети грамм наставят, слушают жижа. Ну, да, наверное. Я его в этом плохо разбираюсь, я просто хорошо разбираюсь в таких, как сказать, очень тонких материях на тему прививать вкус, да, то есть, я бы, например, не взялся, да, ну, потому что это там уже толстовские какие-то вещи, да, то есть, вкусы прививать целым обществом, то есть, это дурить-то хватит. Вот. Ну, просто вот если так совсем глубоко на это взглянуть, то, что какой-то... Мы можем дать возможность развиться. Вот, да, это другой вопрос, да. Потому что нифига себе поменять, там, молодежи, 2 миллиона человек сегодня, на сегодняшний день в Казахстане. С нею работать и работать, это действительно интересно. Но мне вот что не нравится, да, во всем, что несут, все время из молодежи делают этого кайфушу какую-то, понимаете? То есть, ну, что у вас, ну, собрали, поставили сцену, да, они пришли, накидались там и скочат. Правильно? Ну, и СМГ, морок в движениях. Ну, что, не, ну, не, ну, хорошо, ваши Достоевского читают. Моиска калия, блин, в жопу пьяные, да, то есть, ну, в смысле, то есть, тут вот немножко... Ну, что хорошего? Ну, нет, и, то есть, непонятно, то есть, вот такой, допустим, феномен, как там нашествие, да, там крылья всякие, да, но это другой уровень, там, фестивали, это такое вообще, это достопримечательность города, да, там, актерберфест, да, допустим, там, в Германии, да, ну, там, не знаю, там, карнавал в Бразилии. Не, ну, я имею в виду, вот, просто такие вещи, там, что там собирается, там, 200-300 штук народу, да, то есть, вообще же, ну, круто. Ну, мы тут с малого начинаем, у нас, по сути-то, сейчас больше клубная деятельность, да, развивается. А что в клубах сейчас, что там? Клубное движение тоже же умерло. Ну, клубное, это у нас не клубное движение. Ты слишком пессимистичный настрой. А чем, ну-ка, перечисли этот список могучих клубов, давай. Я пессимист. Я могу перечислить список тех мероприятий, которые мы делаем и которые мы спираемся. Не, а что вы не согласны? Клубное движение, как таковое, оно умирает. Но мы не участвуем в особо сильно. Не, я просто, мы сейчас у нас... Мы говорим про клубные концерты. Да. Ну, клубов, я говорю, там, три коллеги осталось на рынке, то есть. И территории-то, площади-то остались уже. Чтобы развивать какие-то свои интересные мероприятия и привозить достойных фидоартистов, актуальных на сегодняшний день. Хорошо. Не, не, я говорю, что клубов мало. Что там, дача, чукотка, что там еще? Да клубов с навалом, в смысле клубного движения. Огласи весь список, огласи весь список нарядных клубов. Ну, что ты говоришь? В чем есть нарядные? Территория... Ну, приличных, в смысле, востребованных. Я имею в виду нарядные, я понимаю, ну, вот куда люди часто ходят. Я, я сейчас другой немножко имею в виду, да, дача, чукотка, целых два, да? Мы говорим о том, что... Я и говорю, что, а ну, умер в глупых движениях. Есть, 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 площадки, мы, я, по-другому подразумеваю, как площадки. Ну, блин, что за херня, на полуторамиллионный город целых два, блин, заведения рабочих. И что, и вы считаете, что оно живо? Сейчас, я считаю, по-первых, вот эта тема с кофейнями, да, то есть люди... Вообще сейчас тема употребления алкоголя, она потихоньку рассасывается. То есть я считаю, что это хорошо, в принципе, да, но в связи с этим, да, то есть заведению, вы же понимаете прекрасно, структуру, да, работу ночного клуба. А он тогда с чего должен зарабатывать, если клуб будет безалкогольный? И вообще следующий вопрос, а как вообще отдыхать можно трезвому в клубе? Это вот мне тоже интересно всегда было. Ну да, это скучно. Не, ну вот я просто пытался всегда понять это. Я вот не пью последних шесть лет, да, то есть, вот, и я не очень понимаю. Я вот один раз я зашел, что-то все прыгают, скотчат, я смотрю, мамочки, а в чем, ну, что это было вообще? Вот, ну, окей. А какие, вот вы говорите, то есть трендовые какие-то там группы? Вообще, я просто действительно немножко сейчас последние там пять лет, да, я прям не в курсе. Ну, аж какие тренды на сегодня день в клубной хорошо вот этой культуре? Одно время, помните, начали диджеев возить потяжелый, да, там, какой там он в списке диджеев? Вау, он играл на Ибице, помнишь, диджейша была какая-то, сиськи показывала, слышь, когда играл, вот, я помню, покупали, да, там, на Ибице, вот, ну, ну, а сейчас, по-моему, тоже всем назрать, в смысле, кто там, какой в рейтинге, ну, поздравляю. Ну, мы что-то углубились, на самом деле, в клубную культуру, у нас немножко другая направленность. Ну, ты разглубись, я куда, не, я что против, что ли, я, ты давай говори, что ты хочешь, ты вообще, что пришел, разговаривать, разговаривать, вот, я не знаю, о чем разговаривать. Вот смотри, Слав, например, у нас 5 сентября будет концерт группы на Паум Дес, не знаю, знаешь, на Паум Дес. На Паум? На Паум Дес, да. Да, нет, ну, конечно, я с детства слушаю, я помню. Легендарный, легендарный британский бэнк. Нет, чуваки, я в этом профан. Команды, играющие в таком стиле в Казахстан, никогда в жизни не заезжали. Для казахана, сейчас, для ребят, которые слушают эту музыку, для них это событие. Вот, кстати, Амаров неплохие тусовки делал, вот, с этим джазистаном. Вот, последнее событие, сколько-нибудь заметное, да, вот, в ночной такой культурной жизни, как вы говорите, это вот джазистан Амарова. Аспанов. Ой, извиняюсь, да, Аспанова. То есть, это интересно. Ну, и то он сейчас немножко, по-моему, это, как бы, ну, я почему говорю, что? Сейчас вот это интересная тенденция, что чем людей удивить, вот, реально очень, ну, сложно. Можно знать, чем удивить просто. Ну, и что вот эта английская группа, в чем фишка? Они, ну, вот, легендарные вообще, потому что они основатели определенного стиля. Нет, чувак, я тупой, бля, я в легендах не разбираюсь, ну, не, ну, а, да, таких, да, таких много, нет, таких много, мы сейчас вот-то будут смотреть, не люди. Мы можем вообще помолчать. Нет, нет, давайте, давайте. Ну, а что? Нет, ну, что вы? Я тебе начинаю рассказывать, ты начинаешь мне говорить, что, ну, а что здесь такого, это же... Ну, все, вот у тебя, расскажи. Я тебе рассказываю, это легендарный британский бэнс, который, там, и книгу рекордов Гиннесса попадал, как самая быстрая группа, которая является основателями стиля Грайнкор, они с 81-го года группа существует, до сих пор в тренде, как бы, и такого уровня, группа, играющих в таком стиле, в Алмату, в Казахстан, ни разу не заезжали, вообще никогда. То есть, для казахстанских фанатов, там, тяга... Да, они ничего играют, так тяжеляют. Они тяжеляют, они метал играют, они основатели стиля Грайнкор. Конкретный метал, жесткий, страшный, то есть, ну, такие группы, мы никогда не приезжали. А где концерт будет? До Фрики будет. До Фрики? Да. То есть, у нас сейчас есть версия, как называемо До Фрики Лайк. То есть, есть До Фрики электронная версия, когда там, наверное, танцуют, прыгают. И там, раз в месяц, два раза в месяц мы проводим там живые концерты. До Фрики? До Фрики. И туда вход платный, да, типа, будет? Главное, эффектно, билеты уже в продаже. Сколько стоит? Билет под шести тысяч семья. Ну, дешевый. Ну, 40 долларов на клубные концерты. Ну, я тебе больше скажу, что очень много покупают билеты с разных городов в Казахстан. То есть, это не только Алмата собирается. Ну, это культовая какая-то, потому что... Ну, потому что, да, это событие, да. Вот, в принципе, если ты хочешь чем-то удивить людей, приведи их что-нибудь интересное, скажем так. Ну, а дальше что у нас? Линда 14 сентября будет тоже. Живана. Живана, да. Первый вопрос, который я знаю. Юбилейный, конечно. Не, ну, а чё, смысл? Давно он их был, это когда у него пик-то был, это сейчас эти скажу, где-то в 98-м году, наверное, в 90-м году. Ну, да, в 90-м году даже я в Аарвана, я в Аарвана прям помню. А чё сейчас она у неё, смысл, она поёт, да? Сейчас новая программа, новый состав. У неё, её муж Грек, который принимает участие, Степанас. То есть, это совместный проект, да. Ну, и, соответственно, и старые все, конечно, хиты уже в новой, так сказать. Ну, в принципе, чё вам, да, там 200-300 человек собрать, у вас же не стоит там задача, там, стадион собрать. Ты знаешь, у нас есть, в принципе, крупные мероприятия, которые мы тоже планируем. Вот 21 сентября будет Infected Mushroom, это хедлайнер фестиваля Тартуга. Кто-кто? Infected Mushroom. Я просто английским плохо владею, нет, я по-английски плохо. Вы-то модные, вон, все это, а я-то... Не, а чё, ну, а это чё такое? Ну, это достаточно известный танцевальный израильский коллектив, поэтому... Ух ты. Будет, скажем так... А, танцевать. Танцевать. А, ну, вот это интересно. Много народу? То есть, это группа, которая вышла из такой, из психотрансовой тусовки, ну, уже так... Психотрансовой, бля... Да, это, бля, походу, вы инопланетяне. Не, 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 я же ничего, просто, ну, я не обязан же психотрансовой тусовки, разбираться, прям не шарю в этом. Вот я и спрашиваю. А, дей, в смысле, плясать будут? Нет, это группа живая, живой коллектив. Плясать будет. Вообще, они позиционировали как электронный проект, который играет в Ситран. Так же, они могут выступать полным составом, живыми компаниями, то есть, живыми барабанами, живыми гитарами, да, вот это такое. Нет, ну, нет, я, что вы... Мы купили как полный проект, то есть, весь состав живой звук будет. Живаго? Да. Ну, тоже до фрики? Нет, это будет, это уже будет Open Air на Тартуге. Что такое Тартуга? Тартуга, это, ну, на отдых, на перомахе в продакте. Отличная площадка. Ну, то есть, это большой, самый, такой, крупный, будет закрытие сезона. Open Air, то есть, будет такой крупнейший, наверное, в этом году. Сколько планируете, да, вот? Минуты 10, я так думаю, было пруды. Ты здесь? Ну, просто вот эти первомайские пруды, их пробовали же, вот, вкачивать, да, но они все никак, по-моему, там вот, они все никак не вкачаются. Я вот, не очень понятно, да, почему они... Там сейчас другая история, во-первых, их пробовали с той стороны, два плотина, во-вторых, вот это вот сейчас Тартуга, она с этой стороны, 9 гитарой земли, окороженная, контролируемая территория, со всей инфраструктурой. Ну, мой товарищ, мой близкий друг их купил, и, ребята, давай что-то делать. И вот мы, в принципе, рассказали, достаточно много мероприятий уже в этом году на них прошло. Вот одно из крупнейших, это было автошоу, там, порядка 10 тысяч человек. То Фокси это проводил? Саша Фокси, наверное. Ну, вот... Не, автошоу две конторы в городе проводят. Одни... По один гараж, по один гараж, ну, как я знаю, вот. Ну, это там, по-моему, это она. Ну, я не знаю, то есть я... Ну, то есть я знаю, что это мероприятие... И что, прям ходят, да, сейчас на всякие шоу? Не, я просто, правда, выпал вообще. Ну, вот Full Moon Party сейчас пиарит, это полная программа. Full Moon Party, она же живая. А что там делать буду, блин? На трансах смотреть, что-то. Ну, мы не будем, будем отдыхать в это время. А вообще, ну, вот, а, 10 августа. Ну, как же мероприятие поликламируют? Ну, нет, да, хрен с ним еще пускают, если поможет. Ну, тем не менее, да, это известное название, поэтому... Full Moon Party, он на старой крепости, да, всю жизнь был? Да, теперь вот там будет. Не, на самом деле, Тартуга отличное место, я тебе советую посетить, потому что там действительно очень хорошая инфраструктура и для отдыха, и вообще для семейного праздника. Ну, по крайней мере, то, что мы будем делать 21 сентября, это, ну, на ночь мероприятие. Можно приезжать с кемпингом, со всей... С ночевой она будет. Ну, это прикольно. То есть, весь китеринг, все полностью будет готово, так что сделаем все в лучшем виде. Не переживайте. Мы не переживаем, мы только вам этот, всяческих успехов желаем. Просто я всегда... Это хорошо вообще, что кто-то что-то хочет делать, на самом-то деле. То есть, это непонятно, что они хотят это делать, если честно, потому что там когда заработаешь, по-моему, там же не всегда зарабатываешь. Ну, если к этому, да. То есть, слушайте, а вот вы говорите, спонсоры, спонсоры, а кто сейчас это спонсирует? Это раньше спонсировали пивники там, все там это. Ну, не сильно все изменилось, на самом-то деле. Ничего особо под солнцем не поменялось. Не, ну, это хорошо, что есть интересованные компании, которые тоже стремятся развивать подобные вещи, потому что, ну, а куда без массовых мероприятий им, собственно, деваться? Ну, логично, телевизорам нельзя, не было нельзя. Там везде, везде, без алкоголя. Ну, и потом, вот ты говорил о каких-то, да, там, трендовых историях. Это не всегда то, на что мы ориентируемся. То есть, мы, наверное, в ноябре запускаем серию концертов, скажем так, актуальной западной музыки, которая совершенно в разной стилически будет. Это и электроника, и инди. Ну, то есть, такие артисты, которые, не знаю, тебе, может, ни о чем не скажут. Что пудо. Addictive TV, например, это один из известнейших визитских проектов из Англии. Я дебил был. Или такой артист, как ЮАФ, например. Вот я помню, ЮАФ, да. Поэтому, да, мы будем, у нас будет серия концертов, которые будут... Не, не, молодцы, потому что у нас же одно время, вот, таскают эту всю, эту бедную Софию Ротару сюда через каждые полгода, да, там, то есть... Ну, у каждого рынка есть свои категории, да, то есть то, чем мы занимаемся, никто здесь, например, на этом рынке никто давно не развивал, если кто-то что-то делает, то это достаточно такие проверенные, скажем так, варианты, вот. И, ну, не всегда интересные, наверное. Ну, по крайней мере, сначала. А что же вообще, что в России творится с этим всяким шоу-бизом? То есть, ну, там, попса-попсой, а вот ракешник, да, там, вот, русский рок, да, то есть он вообще куда сейчас там все там... Мне кажется, там старые герои как бы заканчиваются, да, а новых как-то не появляется. Ну, сейчас... А новых ты просто про них не слышишь? Нет, есть такая, знаешь, есть прослойка определенной музыки такой, как, ну, не знаю, ну, опять же, там, из Индии, например, каких-то коллективов можно назвать, и как-то из Лобои, например. Индия, это что, в смысле, индийскую музыку они играют? Нет, это к Индии не относится никак. Или индю хукует, то есть это когда играют, то есть, ну, в смысле, что такое Индия? Индепендент слова. Индепендент. Ну, то есть есть... А индепендент это что такое? Это как развитие, да, или что это? Нет, это независимо, альтернативная сцена, скажем так, да, ну, невольно. Есть новые какие-то герои, в любом случае они всегда появляются, их, конечно, не так много, как, там, при возникновении, не знаю, там, нашего радио, да, там, волна какая-то была, но так или иначе, все равно есть какие-то имена, причем даже иногда англоязычные. Ну, то есть новая аудитория сейчас совершенно не важна, да, то есть главное, чтобы это цепляло, главное, чтобы это было петь. У нас ракешник просто в Казахстане, он вообще как-то странно, да, он вот, он точно какой-то альтернативный весь, преальтернативный, они где-то там тусуются, непонятно где, да, то есть на каналах их нет, на радио их нет, вообще... Ну, почему есть радио «Энгелин», например, на котором очень много местных коллективов, у них есть свои премии. Слушай, я прям это, совсем плохо. В прошлом году была первая рок-премия во дворце республики, время посетил. Наших, да что я думаю, я... Не, ну это говорит о том, что развитие есть, так или иначе, есть люди, которые это двигают, развивают. Сейчас у всех какая-то тенденция, да, вот мне интересно, я не знаю, что вы по этому поводу думаете. Мне кажется, людям... Что-то сейчас меняется в сознании людей, мне кажется, то есть их вот, ну, привычные какие-то вот эти вещи, их... Ну, непонятно, то есть что они хотят. Что сейчас хотят люди вот в плане отдыха? Вот вы так говорите уверенно, да, что это вот хорошо. Ну, безусловно, там 300 чуваков, да, вы там себе соберете, но еще раз я говорю, а это там, допустим, полуторамиллионный город, или вот ты говоришь даже, что едут с других регионов, да, то есть, ну, то есть их еще меньше получается. Там часть Караганда приедет, ну, есть там фанаты, да. Это не сравнивая клубные концерты и фестивали, да, то есть есть все равно даже танцевальные здесь большие акции, которые по несколько тысяч людей спирают. Сейчас вон этот Харлем Шейх, да, вот видел же он, ну, как это может... Ну, вот этот тренд, да, в смысле, то есть вот этот транс, да, вот этот, да, не, ну, так же получается? Мокрее. Похоже? Не, похоже? Не, не, ну, этот, там, вот этот, Гангам Стайл, да, КС, блин, его в смысле 7 миллиардов человек знают. Ну, тут в крыло морозы вообще какие-то... Что это вообще, что это было, да, то есть, ну... Понимаете, люди видят шоу, в любом случае, чем бы ты их ни удивлял, они всегда будут ходить, развлекаться. Как говорится, хлеба и зрелища никто никогда не отменял. Вопрос в том, что музыка меняется, может, да, могут меняться имена, а по сути-то, ну, сама схема работы, она меняется, то есть, и ты говоришь о том, что Алмата – перекормленный город, это далеко не так, это с твоей точки зрения не так. Например, я там за последние, там, 15-16 лет прожив в России и поездив там по европейским каким-то городам, да, я тебе скажу, что вообще, в принципе, и Римик Средней Азии, он абсолютно не перенасыщен, начал развиваться только последние лет 5, подключая Китай даже. Китай, Тайвань, в Тайванье сейчас начали крупные фестивали делать, то есть даже в таких вот крупных фестивалах. Да у нас, видишь, у нас как-то это все странно, у нас же какой-то свой менталитет. У нас вот ту индустрия, да, то есть она в разы более развита, чем вообще шоу-бизнес, потому что у нас вот бешпармаки, вот эти, да, там всякие там свадьбы, годики, там, юбилеи, вот где артисты, понимаешь, ну там, 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 миллионный рынок, там, там денег, отдельный рынок, естественно, это, ну, там денег, ащиний. Но неотделим, в принципе, от этого, что бизнеса. Айтыс вон там тоже по 50 долларов дворец Ленина собирает, сидят два человека на домбре, мочат друг друга, три тысячи человек им хлопают, угорают, им тоже хорошо. То есть это вот касательно культурных традиций, да? Вот определенно тоже прослоплено сидение. Ты знаешь, ты, в первую очередь, когда занимаешься чем-то, ты же сам, наверное, согласишься, что ты должен верить в это и тебе должно это нравиться, да? Нет, ну так-то, конечно, с таким... В случае с той бизнесом, это не та история, то есть, конечно, да, это многобиллионный бизнес, и он, наверняка, останется только вот в этих местах, то есть нигде больше. Но я тебе скажу, что так или иначе все равно мы с ним столкнемся. То есть так или иначе все равно кто-то обращается к каких-то артистов, вещи там, так далее. А что сейчас вообще, ну вот, если вот так повозить артистов, кого лучше покупают вообще? Ну вот, заказы вот какие идут просто, ну вот, интересно. На корпоративы ты имеешь в виду? Ну да, да. На корпоративы же Потап и Настя, Каменки, дискотека-авария. Потап и Настя, это что они поют? У нас на районе. А, все-все, я понял. Да-да, вот я понял. Вот корпоративы, это вообще на ура. Нет, ну тут, как говорится, не наши стезианы, на самом деле. У нас есть определенное направление, у нас есть клуб, который нужно развивать. И мы к этому, собственно, и пришли вот последние несколько месяцев. Ну и, соответственно, конечно, да, мы говорили изначально о каком-то крупном событии, и фестивалях, которые здесь должно быть. Не то, что там территория Алматы, но территория Казахстана должна быть в первую очередь. Ну, из таких все казахстанских, что я могу сейчас вспомнить? Вот делают байкерское тусо, да, на этом, на Балхаше, это хоть, ну, на что-то. Ну, люди... Нет, это не на столь. Нет, нет. Это на Сантехе не на столь. Нет, ну, чуваки, я ничего не говорю. Я просто говорю, что вот из изве... В этом году его нет. Нет, ну, понятно, то есть... Ну, почему нет? Потому что нет поддержки, нет спонсорской поддержки. Изначально, значит, нет хорошей организации. Господин Кидрукин звонил мне в этом году. Нет, тут все понятно, все хорошие там персонажи, мы всех людей этих многих знаем и уважаем, это, ну, крупно, что они этим занимаются, но организации нет. Хотя открытие все равно в этом году. Потому что сделать... Букин-бургиста Арию мы привозили. Потому что, чтобы сделать большой, хороший фестиваль, нужна команда, нужна профессиональная команда опытная, а не так, ой, я захотел фестиваль, давайте мне придет вот это, вот это, вот это, а я вам не плачу. Так не работает. То есть ты должен изначально сам какую-нибудь дать. Дорогие они, зараза. Дорогие. И я вот последнее время, мне кажется, все-таки спонсоры тоже немножко охладели к этому. Ну, может, у вас обратная точка зрения. Потому что... Дорогие артисты? Нет, я имею в виду, кто денег обычно выделял. То есть, вот, допустим, клубный концерт, он же попадосный. Если у тебя спонсора нет, ну, ты на кассу, если чисто работаешь, ну, мне кажется, что там это очень такая пограничная ситуация между попадаловым... Да, то есть, и вот спонсорские деньги, они хоть что-то там позволяют там прикуривать там организаторам, да, то есть... Ну, смотря какие условия, в каких заведениях ты это делаешь, кому бар принадлежит, опять же, это достаточно такая тонкая история. Конечно, как бы ты внешний промоутер, когда приходишь, приводишь к какому-то западному, там, российского артиста, то да, ты, естественно, ну, тут... Ну, в полнерах, альбомбар. Вряд ли заработаешь, что там, в него, в полнерах. Ну, давайте, вы два концерта прорекламировали, рекламируйте, и все, уважаем... Ну, уже пять. Серьезно. Не, на самом деле, у нас, вчера посчитал, сколько... Один из концертов до конца года запланирован. До конца года? Да. Ну, это да, до декабря только. Мы сейчас, естественно, не можем все анонсировать, потому что ведутся переговоры. Ну, понятно, да, там пока предоплата... Ну, соответственно, 5 сентября это на Паунтес, 14 сентября Линта, все в клубе Дафрик. Далее, это 21 сентября закрытие сезона OpenAids, Infected Mushroom. Это вот на первомайских. Вот, и, соответственно, мы постараемся всю актуальную электронную сцену в местной собрать, потому что, ну, хотелось бы такой отчетный годовой фестиваль летний сделать. А железо кто вам ставит? Есть, может, звук прокатки, конечно, да. Мы с разными компаниями работаем, смотря какой концерт. То есть, зависит от райдера, то есть, мы где-то считаем, смотрим у кого что... Сейчас прокатчики одно время, они тоже же это там, конкретно у них это, подсдулись они. Сейчас, вроде, говорят, обратно поднадулись. Нет, ну, знаешь, я тебе скажу, что в Алмате очень профессиональные команды есть, и сами команды очень профессиональные. Прокатчиков. Да, и имеют даже не оборудование, то есть, в принципе, вопросов нет. Вот, то есть, достаточно серьезные райдеры показываем, и, в принципе, все обсуждается. Работают. Ну, в этом плане проблем нет. А дальше, что у нас... А дальше, что у нас... Ну, важно, между собой схема, конкуренция между собой присутствует. Да, а что они уже работают сколько? Ну, да. Просто... Потом у нас на октябрь, наверное, на ябре уже несколько мероприятий есть. Это группа «Мураками» 15 октября, потом «Седьмая раса». «Мураками» я знаю, режиссер такой есть. Он там участвует? Нет, нет, серьезно, что делать? Это московская группа, нет. Просто немножко похоже на... Тоже поют «Рокешник», да, такой? Да, достаточно новый такой московский коллектив, всем советую. Потом «Седьмая раса», то, наверное, 25 октября будет скорее всего. С группой «Брейнсторм» мы сейчас переговоры ведем, скорее всего, это в начале ября. Я безнадежно отстал бы. Да, вообще, я тоже смотрю, аж грустно упал. Нет, почему? Это группа из Латвии. Мне весело, блин. То есть, ну, это... Нет, ну ты живешь в своей жизни, у тебя есть программа, да? Да нет, программа, это так, вообще, я развлекаюсь. То есть, это... Нет, время разбрасывать камни, время собирать. Не сорокет уже мне. Ну, когда я буду еще пойти, блядь, там, с пацанами, блядь, эту козу показывать? Ну, в смысле, вы подождите, ну, я это делал. То есть, я не знаю, сколько вы провели 30-ти тысячных фестивалей, а я-то их провел, вот, нашествие в Казахстане слегка я делал, да? То есть, вы его еще сначала идите сделайте, потом мы с вами заодно пообщаемся про фестивали. То есть, нет, ну, я вообще образно говорю, ну, что мне, ну, куда их, я 4-10-ти тысячника я рванул, да? То есть, ну, хватит. То есть, мне уже неинтересно, мне говорят, сделай мне 10-ти тысячник, я говорю, 20-ку гонорар плати, они смотрят на меня, как на дурака, блядь, а я говорю, да вы сами дураки, если вы не понимаете, что это столько стоит, то у вас же все равно спиздят эти деньги, вы, почему вы это не понимаете, то есть, а я по-честному вам сделаю красиво, я нагну прокальчиков, да, я разведу правильно с Экиматом, с охраной, с ментами, я не дам своровать кассу, потому что я профессионал, сделал правильный кейтеринг, который будет именно, ну, правильный кейтеринг, да, то есть, потому что я уже не торгую там ни хера этот кейтеринг, бля, по нулям. То есть, получается так, что тебе это надоело, или ты просто передал кому-то эти деньги? Никому я не передал, просто, я думаю, у тебя придет тот момент, что, ну, сколько можно, в одну воду ты заходишь там трижды, четырежды, пятирежды, да, то есть, там, допустим, в свое время это было вау, там, к нам приехали сюда ребята из Маунса, да, там, нам, ну, как мы по франшизе это делали, то есть, мы вообще тут это двигали, наше радио в Казахстане, ну, вот, ну, вот, то есть, и, как бы, 26 команд мы притащили, по улям проект стоил, да, то есть, первый пивзавод у нас был спонсор, то есть, отлично, это здорово было, это жопа, конечно, была полная, ну, там, в плане организатора, там, ну, но организация у нас хорошая получилась тогда, у нас ВИП был, москвичи охренели от ВИПа, то есть, у них на нашествии никогда в жизни не было такого ВИПа, бля, ну, там, да, действительно сложно все, не знаю, как сейчас, но, там, весь Дастархан туда, как выдвинулся, там, на поле танки грохотали, 15 кабаков, они вообще там, вот, вот, ну, опять же, вот, мы посмотрели, кассы по жратве, там, никакой, за водой, вот, стоит вода холодная в холодильнике, они идут с бутылочкой в соседний колхоз, то есть, я не понимаю, как там можно зарабатывать, если честно, деньги, вот, без спонсоров, это просто, вот, но это, это не дело моей жизни, просто, я попробовал, это интересно, да, то есть... Я, ну, я согласен, во-первых, есть люди, которые живут из него, во-вторых, есть люди, которые это развивают, передают кому-то дальше, то есть, например, у нас много проектов, которые, ну, я вот тоже в свое время, там, какие-то конкурсы начинал, да, но ты же не веришь о том, что ты будешь этим всю жизнь заниматься, это может развить до какой-то степени и уже передать, там, в чьи-то... Да, и все оно будет так или иначе трансформироваться, вот тот же Джазистан, да, ну, сколько, два года он хорошо покачал, да, то есть, ну, со временем это трансформируется в какую-то, новую версию. Ну, я тебе скажу так, что это, на самом деле, очень показательное и хорошее мероприятие, известное, тут, скорее, все зависит от тех артистов, которых ты привозишь. Да кто организовывает, тоже важно. Это важно, в первую очередь, я, ну, в любом случае, всегда важный артист, да, то есть... Все, ваше, да. 90% успеха мероприятия, конечно. Хорошо, что есть кто-то что-то делает, как бы тишина была. Нет, хорошо, что, на самом деле, в Алма-Ате видно, что в разных направлениях шоу-бизнес развивается, и это очень хорошо. Ну, я вот тебе скажу так, что я, сколько, 6 лет уже мы делаем, у нас международная конференция, в Москве называется «Коллизиум», мы собираем промоутеров, организаторов, то есть, концертных агентов с разных стран. Сейчас, в принципе, мы думаем о том, чтобы ее сюда уже привезти, потому что сейчас, на данный момент, уже, в принципе, 3 страны задействованы, это Украина и Беларусь еще. Ну, в принципе, уже пришло время, чтобы здесь делать подобную конференцию, потому что достаточно много игроков, которые реально актуальны на этом рынке, которые делают определенные интересные вещи. Не знаю, мне всю жизнь говорили, что, вот, допустим, те же россияне, что казахстан для них не рынок. Ну, что такое? В России 17 городов-миллионников, да, вот таких, как Алмата. Нет, у каждого свои запросы, понимаешь, на что они ориентируются. Ну, на что они ориентируются? На деньги, это вообще-то бизнес, если мы говорим о промоутерстве, да, то есть, ну, что за рынок? Это такой вот, ну, город один, ну, хорошо, второй, Астана тебе что-то наработает. Хотя, я не знаю, как там в Астане рок-концерт пройдет, то есть, там, в смысле, там, чиновники. Ну, кстати, делали там, в компании, да, с карагандинцами тоже. Ну, это как этот, не, вот в Караганде ракешник, там нормально, то есть, Караганда, она такая рука. Я понимаю, чем Мель, потому что, понятно, если ты, например, директор, там, какого-то коллектива, там, известного, не знаю, условно говоря, Метроль, там, или что-нибудь подобное, ну, естественно, для тебя российский рынок будет больше, чем в любая Америка, понимаешь, потому что, ну, естественно, это территория. Ну, Казахстан тоже не маленькая территория, конечно. Чего он там съездил 20 городов от Колпашева? Вот это интересно, оттуда целый турец, целый в двух городах, слышишь, ты? У каждого свои запросы, и у нас есть определенная задача, мы видим, что здесь это работает, по крайней мере, за последний год у нас, ну, у нас не было, наверное, ни одного проигрышного мероприятия, и, я тебе скажу, очень благодарная публика, потому что, ну, здесь она не переформлена этими концертами, а особенно западными, да, то есть, здесь, ну, да, там привыкли видеть российских артистов регулярно, но актуальных западных персонажей сюда никто не возит, и почему, почему никто этим не занимается? Ну, занимайтесь. Да, мы занимаемся, да, по крайней мере. Я просто, это, я ввесь, в чем ситуация, что я настолько далеко сейчас от этого, от всего, то есть, я вот сейчас, ну, слушаю мне прям самому это, ну, я вот сейчас вспоминаю это все, но, не знаю, мне это все откровенно надоело. Не, ну, просто, как тебе сказать, я вот там же, сидя в Питере, например, там смотрел, в неделю можешь посетить до 10 концертов совершенно разных, половина из них будут привозные, то есть, западные, и когда речь зашла о Духе... Чувак, ну, ты что Гоголя с Гегелем путаешь? Нет, я вот тебе говорю... Это там в Питере одних студентов 2 миллиона живет. Я тебе скажу так, что, во-первых, это тоже слишком перенасыщенный город, и уже люди просто, ну, им лень ходить, они вот из-за этого выбора, они уже все, в принципе, я сам так делал, потому что я не смотрелся уже, концертов нет, ну, как бы я редко хожу на такие, знаешь, там, мероприятия, которые, ну, под душой, да, должны быть. И когда просто речь зашла вот в рабочих моментах о букинге оркестров западных сюда, потому что, ну, пытались туда-сюда, там, одному промоутеру предлагать, второму, третьему, но пока в итоге я понял, что ты сам здесь ничего не сделаешь, ничего не произойдет, и в итоге, да, я вижу, что отдача есть, на самом деле. То есть, есть люди, которые готовы с этим работать и ходить? Нет, мне, видишь, мне, вот, я говорю, мне интересна просто общая тенденция вообще, что в обществе происходит, а все-таки общая тенденция, я думаю, что они нажрались этих всех концертов, потому что, ну, что концерт, ну, сцена, группа стоит, тут вот куча... Нет, ты не прав, ты не прав, потому что нужно ориентироваться не на тех, кто зажрался, а на тех, кто растет, потому что та аудитория, которая сейчас сращивается, она будет ходить через два, через три года на концерт, и так далее, если куда-то... Не факт, вот, они скоро трахаться даже перестанут, что вы мне рассказываете? Плава за негативы. Нет, да подожди, каких негативов? Да спокойно, я, да спокойно, я четыре года работаю в интернете, да, я знаю, вот это поколение Игорь, которое сейчас растет, да, то есть, они, я говорю, они трахаться, кто перестанут, и лайкать будут, понимаешь? То есть, и ему сходить на концерт, ну, я не знаю, это, как тебе сказать... Видели же, сколько вот этих демотиваторов, да, существует, что он сидит там на пляже с компом, да, вот эти, выехал, типа, на природу, да, ну, и это тоже тренд, не, ну, это же вы говорите, что вот скоро они вырастут, и будут ходить на концерты, а я говорю, что не знаю, будут ли они ходить или нет, потому что, ну, это же, как бы, философия, да, то есть, это большие такие пласты, да, там, исторические, то есть, мы на это вообще очень сложно можем повлиять, да, куда двинет этот шарик, бля, в Испании 40% людей безработных, в этой, блядь, охрененной Европе, бля, правильно, Питер, бля, они уже ушли, эти медьки, да, ушел от андеграут, да, ну, чувак, они никуда не денутся, ну, там, осталось там 100 колдырей, да, то есть, но это же было раньше, как явление, понимаешь, это был рок, рок-н-ролл, Да, ну, о чем ты говоришь, это достаточно закрытая такая маргинальная тема, и, ну, честно говоря, мне никогда это вообще не было. Не, ракешник-то был, бля, не маргинальная тема, все это, весь Союз слушал, бля, понимаешь, бля, Ну, это все Советский Союз, скажем так, да, мы в другом сейчас... А это исторические пласты, в то время было тогда, а сейчас что, бля, обдолбанная Ибица, бля, Ну, вот, что значит обдолбанная Ибица? Ну, то значит обдолбанная, там вот все прям обдолбанные, бля, все были всегда, нет, понимаешь, Театр это что? В любом направлении всегда есть, как говорится, там две медали, и то, и другое, есть совершенно трезвая определенная публика, которая будет ходить и развлекаться. Куда, бля, на роковые концерты будет ходить трезвая публика, ну, что вы-то тогда подвязываете тоже этот ганджубаску, и, то есть, ну, Нет, ну, как они, бля, в смысле, не может на рок-концерты трезвыми людьми? Нет, будет, конечно, главное, чтобы ходил, что он там бухает, или не, пусть бухает, да, Пусть бухает, бля, а тут сидели, усирались про молодежь, бля, вначале, бля, вот пусть бухает, Ишь, спаиваем нацию, не, это ладно, да, я прикалываюсь, что вы, бля, просто, Ну, нельзя, говоришь, что рок-концерт, это, блин, этот, как его, ну, поход в театр, Ну, не театр, это, бля, они блюют там, потом, ты походи там, бля, йота, бутылки, Ну, чё, чё, хорошо, рокеры, они добрые, вот, допустим, а я вот заметил, я же вот проводил, тоже, а когда ты проводишь, вот, типа, Ибицы, да, вот, ну, на Копчегае, А там никто не вливал? Чувак, ты, я, да я не говорю, я чё, чё, говорю, что хочешь похудеть-то, Нет, там, там и режут, на Ибицу, вот, на Попсу, приезжают злые на диджеев, там, приезжают, а ребята с какой-то такой энергетикой, они могут застрелить тебя, там, дайте в бубен, да, там, потяжелый прям, отпиздить, а могут тяжело, вот, а рокеры, больше, они же добрые, у них, сука, пиво, они такие пацифистичные, то есть у них вот это, несмотря на то, что они с виду страшные, А помнишь, они, вот, как, вот, перед сценами, они же, вот, у них есть такая куча свара, да, вот, они, ну, понимаешь, ну, я помню, что, они вот так толкаются, толкаются, это все, на что они, там, способны, да, ну, может, дуркуют, как-то, вот, на нашествии два типа разделись, там, стоят голые, нахрен, там, друг с другом, там, фотографируются, ну, вот, такой, бредят они, гонят они, короче, да, то есть, ну, это, ну, хоть не убивают друг друга, и то, слава богу, да, потому что вот эти страшные тусовки, вот эти вот, типа, вот, где диджейные, там, вот, ну, такие вот, они, там, они как бы нахерячатся, тут жара, жара, алкоголь, это вот эти, там все бесы, какие можно, демоны, бля, это же жопа, бля, вот, и все, они начинают, те толкнули, ты, туду, тадах, блин, а кто-то, там, осу протащил, понимаешь, начинается, да, умы, туду, туду, как в кино насмотрелись, вот, у вас такого нет, вот, нет, я ничего не понимаю, у вас нет, такая консерватория, да, что такое, нет, да, просто это, а что вас удивляет, да, то есть, а у нас просто сейчас, что у нас сейчас происходит, да, у нас некий диссонанс, в чем, что вам прикольно этим заниматься, да, а я, ну, уже на полном серьезе, а, как сказать, ну, ну, не знаю, вообще совсем, да, ну, как, вот, я представляю себе, что я завтра опять концерт буду организовывать, да, и мне вот, дико от этого, хотя, может, ну, не знаю, непонятно, это непонятно. Ну, 25 месяцев дадут, ты побежишь в концерт организовать. Ну, прям, я побегу уже за двадцатку, я пойду спокойно, что я побегу, прям, побегу, я уже прошло время. За 200, это что же, вот, да, нет, ну, а что там за этот, как его, за концерт такой, да, то есть, не, интересно, мне, знаешь, что нравится, чисто организационное, вот, у меня, допустим, мы нашествие, когда делали, у нас став фестиваля состоял 800 человек, да, это просто с точки зрения организационной, я же делаю ивенты, я каждый месяц делаю ивенты, у меня вообще ивент-агентство, да, то есть, но мне там что интересно, там есть две составляющие, есть творческая составляющая, да, это что ты даешь там вот этим людям, как ведущий, да, там, как корпоративщик, да, там, ну, не знаю, там, какую программу ты делаешь, это вот творческая составляющая. Вторая составляющая – это организация, очень интересно. Вот меня всегда это увлекало, реально, то есть, мне, потому что, особенно, там же всегда все на живульку, то есть, вы думали об этом, не думали, у меня вот такая есть ассоциация, что, ну, я объясню, то есть, берется полмиллиона чужих денег, вот, и на каких-то там 12 часов строится такая, сука, шаткая, пришаткая конструкция, она стоит, задача ивентюрова, она стоит, сука, и шатается, а эти вот, кто организаторы, они бегают и со всех сторон пойдут, чтобы она, вот, надо, чтобы 12 часов она не пизданулась, всего-то, как только заканчивается, она все падает, потому что, ну, денег-то немного все равно же выделяют, да, да, и зачем это все навсегда строить, да, то есть, ну, условно говоря, вот, мне так это видится, я не знаю, то есть. Слушай, у вас еще есть прикольная тема, уже в эту субботу у нас пройдет казахстанский этап чемпионата мира по игре на воображаемой детали. О, сейчас слайд понравится. Во, вот это нормально, вот это нормально, там гаджубас на входе, да, выдают, смотри, вот. Нет, тема, что, дунула уже. Мы же за безопарственного образа жизни, у нас будет баланс гелия на уходе стоять, и может подходить порцию, прям. Это когда голос, а, веселящий этот газ. И флорок, че ты как флорок, и гелий, гелий. Ну, когда голос у тебя будет такой педиковский, да, и-е-е-е, нет. Парни, расскажи, как разибел там будет. Короче, когда есть у нас прожила, проект, сейчас по всему миру происходят этапы чемпионата Англии, чемпионат Америки, чемпионат Японии, по игре новоображаемой гитаре. Ну, это же ебанутый, да, туда люди придут. Не, подожди, это выглядит по-не-то, да. Я, в хорошем смысле, я, я, я же это, ну, необычно, хорошо, давайте ебанутый за слово необычный поменяем. Ну, в принципе, так легче ебанутый-то. Ну, и в смысле, это вот я взял гитару, да? Ты ее не взял, ты ее не можешь взять. Нет, ну, вот, вот я ее взял, ты, слушай, ты че, гитару-то мою не видишь, мы же новоображаемой гитарей. И вот я играю. Да, там есть определенные правила, то есть, трек заявленный от участника, трек от организатора. И ты должен коню сыграть, а вам уже? Ты смотришь, там, статистическое мастерство твое, там, имидж, костюм твой, ну, это ржач-то угарно. Ван жюри есть, профессиональные. Жюри должно двинуться, как минимум, да. Не, а не, они же должны в смысле прям следить, да, как-то аккорды неправильно берешь. Там не обязательно уметь на настоящей гитаре играть, потому что какие-то аккорды зажимаешь, там никто не смотрит. Смотрит на твой образ вообще, как твою подачу, твой образ, то есть, этот ржач вообще просто гениально. Ну, я представляю, в 20 августа поедем, представлять Казахстану, на Финляндию на чемпионат мира. Вы, кстати, можете этот, у нас же блогеры есть, да, то есть, и мы делаем такую программу прикольную, вездеход. То есть, мы отправляем своего прикольного чала, такого, который еще любит концерты, в смысле, не меня. Вот, и... Ты конца вот? Да, да. А, ну, мы видели. Вот, да, то есть, ничего. То у нас тоже не все просто. Они нам приходят. Да, вот. И этот, на вот это обязательно позовите на воображаемую гитару, то есть, это мы 10 тысяч просмотров на ютюбе наберем, гарантированно. Ну, я просто так сейчас себе представлю, соберется много. Так вот, прикольная тема, то есть, мы провели Талматинский этап еще в конце прошлого года, да, в конце прошлого, в декабре он был. Еще много было гитаристов? Да, гитаристов, 30 заявок было подношать. Не скачь, блин. Такой же этап мы провели в Караганде и в Астане. Вот сейчас ребята с Астаны, с Караганды едут сюда, в Алмату, вот, к выходным должны подъехать. Это тоже быстро, когда гитаристы, так, представляете? Не, мне больше пугает историю, то, что мне придется ехать с победителем. Финляндию, провести с ним практически целую неделю. Это как минимум опасно, я тебе серьезно. Потому что смотри, понимаешь, по этой, ну, представь, да, вот из большого количества долбичей, да, этот будет самый толбанутый. Знаешь, ты сам дел... И ты сможешь неделю жить, блин, это проблема, чувак. Реально, прикинь, он же... Я думаю, что не только на воображаемой гитаре хуярит, у него там много ситуаций, просто ты у него все узнаешь. Ну, я тебе скажу, что на самом деле, процентов 30 участников, это офисные работники. То есть, у нас, ну, есть какая-то, конечно, там, большая часть студентов, тинейджеров, студентов. Манагеры, что гонят, да? Да у них жизнь манагерская, стремная, да, им надо как-то сублимироваться, вот, дунут вот... У них там офиса болеть приходит все, парень. Не, мы на корпоративах порой тоже, там, такие коры мочим, да, что, там, это, ваша гитару обожаем. Не, мы делали только, по-другому, отчетная вечеринка «Канских любовь» была, там, с собой на воде. Это это делал, это. Асхат у нас в жюри, кстати. Вы видели Асхата, блин? Он похудел. Нет, а как он похудел, блин, это не главная проблема, блин. И что, блин, это не вообще разные вещи, понимаешь, ну, ну. Мы провели мини-эргитар для рекламщиков, для всех, а вот, прямо на этом мероприятии «Ржач» был, народ развеселился, потому что народ пришел с работы, где они занимались рекламой, пришел на вечеринку, где, говорят, про рекламу, а есть такая отвлеченность была, ниш-чак, где-то так поржали за этой темой. Ну, мы, да, умеем, так сказать, изюминку в компанию внести, точно. Ну, а вообще, да, мы со склятным, кстати, у нас бэнт свой еще есть, так что. Ну, мы с вами выступим, у нас будет такое секретное шоу. Это Беллеровская преступная группировка, Апексская, у них там даже ударная установка в офисе, были у них в офисе, они гонят там. Нет, это веселые. Боксеры тоже, вот, сам этот вот Виталик, он боксер, ему лампочку стрясли еще давно, я же, я всех знаю, чувак, тот еще тип, вот, а Каннских львов... Первый, я, кстати, твою программу с ним посмотрел, да. С Асхадом? Ну, он такой ожачный. Ну, не, ну, видишь, нам всем это другая рация, да, то есть, солнце-то светит, да, кто чем занимается, кого как штырит, да, то есть, но это действительно, вот вы так удивляетесь на меня смотрит, и да, я еще раз говорю, чуваки, это вы инопланетяне, а не я. Да, 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 потому что таких пассажиров, как, ну, я вот сейчас, ну, по крайней мере, такие, как вот я изначально, да, там, это, таких все-таки это большинство, да, вот этих челов каких-то там зашаренных, там, сложных вот этих музыкальных жанров, ну, все равно же их поменьше, да, и играющих на виртуальной гитаре, я думаю, тоже немного. Вот, не, ну, эти хоть веселые, то есть, им нужно отдать должное, да, то есть. Не, ну, понятно, понятно, да, для нас же повод поражать тоже нужен иногда, знаешь, ну, только что резными там вещами заниматься. Не, ну, там все эти губы, ну, а Исенов, что, это же трагедия, то есть, нет, ну, Исенов, это же трагедия, человек 20 лет, блин, музыка, вот он в музыке, вот Исенов в музыке, разбирается, я, кстати, вот, Нариманычу привет, то есть, вот, его на любую туз уберешь, вот он становится, по хрену кто, аристократы, дегенераты, он их ломает, ну, в хорошем смысле, да, что люди начинают сразу дурковать, веселиться, да, то есть, вот я своими глазами сколько вот завежу, и ломает. Ваш друг хороший человек, вот плохого ничего не могу сказать. Так он еще, он сколько, 20 лет, да, уже этим безумством занимается. Это все мы оттуда. Ну, и ладушки, давайте это, люди, я вам, что, всяческих этих успехов желаю, действительно, кто-то должен, да тут, нет, дело не кто-то должен, то есть, если вас сейчас так штырит, да хай так штырит, отпустит, ну, и вопросы снимаются, да, то есть, ну, как бы, это все, ну, на определенном периоде будут там, этот, потом, просто такие вот необычные ребята, у них все равно, их долго так не может штырить, штырить, вот их потом по-другому начинают, по-другому, то есть. Да из необычных ребят, самые адекватные взрослые люди потом вырастают, ну, типа, да, ну, вот, я же не против, просто, потом, в какие-то моменты, я говорю, муж, а муж мне через 10 лет опять прибьет на концерты ходить, я просто переходил, правда, я же вот в метро, вот тут сколько, жесть, вот, жесть, я же там полгода, честно. Кстати, в жести мероприятие будет, вер, гитарка подаш. Я полгода там отстоял, я ее даже это, наверное, можно, наверное, даже сказать, что я ее сделал, чужой хатырь, вот, да, и поэтому у меня профдеформация, я не могу ходить на концерты, я бы немножко, да, немножко не того. Меня, я помню, я в жесте, я в... Дело не в этом, я в... Тут вопрос движения, то есть, как... Я в жести вышел на вечер памяти Виктора Цоя, бля, послал весь клуб нахрен, сел рядом с портретом со свечкой и плакал, где-то час был. реально ведь упоминал сидел сам свете и выпивал вот с портретом то есть мне потом это не а дальше и вот не помню чем кончилось короче то есть но вот мне потом рассказывали просто классно а сейчас это вы попробуйте сами бухать бросит еще неизвестно числами получится перестаньте употреблять легкие наркотики вот перестаньте бухами чувак так бывает да то есть еще не видеть и бухаешь смысл выпиваешь но вот клубы идешь тоже накатываешь чуть-чуть для блеска глаз вот это все не то вообще перестань пить ты охренеешь просто я тебе серьезно будет арфовые концерты начнешь проводить я отвечаю почему арфийские они нормально собирают вы что ты гонишь бы оперных певцов будет возить шестакович хочу вот вот эта культура хули эти пьянки обдолбаны организовывать стоит дискредитирую но пьянки ну шлубу хорошо ночные тусовки я ну смысл отчет дискредитирует же интернет детка бляжи не каждого свои как говорится цели там у каждого по словам кто-то пьет кто-то не пьет это дело хотели сколько лет не относится мнение подождите сейчас скажу когда ты заштырить сколько лет и а ну вот конечно уже подходит не а ну я потому что мы же никому ничего не запрещаем никого ни к чему не призываем понимаешь и не относится ни к стилистике абсолютно дело каждого у тебя значит вероятность в монастыре закончить 50 на 50 дружок вот сережки по вытаскивать под очки подряд и погнали ладно а давайте вам удачи то есть я этот да ты у нас да я уже и давайте пойду а концерты ну вот вы на рассказывали ну куда еще до рок-н-ролл на самом-то деле же давайте